Реализацию программы социальной дугасификации строительства газопровода в Учкуланском ущелье в Тибердинском направлении рассмотрели на совещании. Завершились работы по капитальному ремонту сооружения вдоль реки Эшкакон в селе Джага. Дамба защитит домовладение жителей, проживающих на площади 55 гектаров. В этом году отмечается 30-летие принятия под охрану участка государственной границы России и выставление первой пограничной заставы на территории Карачаево-Черкесии. Определились региональные победители Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года-2023». Кто будет представлять Карачаево-Черкесию в Москве? Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Глава Республики Рашид Семрезов провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов Карачаева-Черкесии и реализации программы, инициированной «Единой Россией» и поддержанной президентом страны по социальной газификации. В совещании приняли участие председатель парламента Александр Иванов, вице-премьер Евгений Поляков и гендиректор «Газпром» Межрегион «Газ» Черкесск Олег Дергачев. Всего по социальной догазификации принято 3610 заявок, из которых от на 1543 домовладения уже подключены. Созданы технические условия для газификации еще около 3500 домов. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и благодаря поддержке из бюджета республики газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению. В этом году в четырех населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию более 25 километров разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урубского района. Одна из важнейших задач строительства магистрального газопровода в Учкуланском ущелье. Подробно рассмотрели и Тибердинское направление. Здесь будут построены распределительные сети, что позволит начать работу по социальной догазификации. Заявки от населения уже принимаются по итогам реализации действующих программ, нацеленных на стопроцентную газификацию республики. В ближайшие три года газ будет проведен в 27 населенных пунктах. На год досрочно завершен. В селе Джага Малокрачевского района завершились работы по капитальному ремонту дамб. Берега укрепительные сооружения общей протяженностью 3776 метров. Расположены на левом и правом берегах реки Эшкакон. Алла Качиева подробнее. В 2002 году во время наводнения в зоне стихийного бедствия оказались жители села Джага. Тогда вода на реке Эшкакон поднялась до критических отметок. Были пострадавшие. И при реконструкции дамбы в проекте учитывались все эти моменты. Ведь в зоне возможного подтопления, помимо домов, также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад, магазин. Предотвращенный ущерб от негативного воздействия воды на сегодняшний день составил более миллиарда рублей. В 2002 году у нас было очень сильное наводнение. Дома унесло. Многие пострадали. Вот это берега, укрепительное сооружение, оно обезопасило около трёх тысяч человек на данный момент. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики, главе района, ребятам, которые тут работали. Они вообще досрочно всё закончили. Очень хорошая команда попалась. Мероприятие реализовано в рамках государственной программы Карачева-Черкесии охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в республике. И, согласно проектной документации, должно было завершиться в 2024 году. Берегоукрепительные работы, сооружения общей протяжённостью 3776 метров проходили на левом и правом берегах реки Ишкакон. Ремонт дамб позволит защитить жителей села Джага с домовладениями и приусадебными участками, проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров. В планах есть продолжить. У нас как бы половина села, дамба до половины села закрыла. В планах ещё есть продолжить. Ну, мы на учёт поставили, обратимся опять к главе района, к главе республики. Ну, будем делать всё, что в наших селах. Очень многие приняли участие в этом проекте. Начиная от кадастровых инженеров, он прям зимой тут на учёт ставил, чтобы мы в эту программу вошли. Кто по бумагам работал, кто проект делал, от имени всех жителей нашего села, выражаю огромную благодарность всем. Помимо ремонта дамбы, в нашем населённом пункте немало позитивных изменений, рассказывает глава Джаги Беаслан Хубиев. Не только эта дамба. У нас детский садик построен. Эта дамба сделана. На следующий год у нас в планах, я сам с главой республики встречался, у нас в планах амбулаторную лечебницу сделать. Это честно, действительно обнадёживает, что от нас зависит. Если мы сделаем, поддержку всегда найдём. И, исходя из всего этого, огромная благодарность главе республики, главе района тоже всегда поддержит. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Ислам Румов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. В общественной палате прошёл круглый стол, посвящённый 30-летию образования первой пограничной заставы на территории республики. В апреле 1993 года Карачаева-Черкесия стала новым приграничным субъектом Российской Федерации. Это наложило определённый отпечаток на её деятельность и работу всех систем, как исполнительной власти, так и правоохранительной. Председатель общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы в Карачаево-Черкесии Сергей Юрьев рассказал об истории охраны государственной границы. Он отметил, что успехи пограничников были бы невозможны без участия местного населения приграничных районов. Так, сейчас в республике 9 добровольных дружин общей численностью 97 человек. Благодаря им было выявлено около 30 нарушений пограничного режима и природоохранного законодательства. Лучшим из членов добровольных дружин вручили почётные грамоты. Говорили о возможности законодательного урегулирования поощрений дружинников, таких как выдача обмундирования, спецсредств, установление налоговых льгот и других. Охрана границы осуществлялась совместными действиями. Однозначно и населением Карачаева-Черкесии, и самими пограничниками. Без местного населения пограничники бы на сегодняшний день не смогли добиться того результата, который есть. Да, сегодня, конечно, пограничники по-другому живут, по-другому несут службу, но актуальность и необходимость охраны границы и участия в ней местного населения остаётся по-прежнему актуальным вопросом. В этом году мы отмечаем 30-летие принятия под охрану участка государственной границы Российской Федерации и выставление первой пограничной заставы на территории Карачаева-Черкесской Республики. Пограничники – это не просто служба, пограничники – это судьба, это люди, которые основную часть своей жизни проводят на рубежах нашей Родины. Пограничная служба треб особого склада характера. Это один из самых тяжёлых видов военной службы. Уметь раскрыть тему урока и получить бесценный педагогический опыт от коллег. На базе Центра дополнительного образования детей Черкеска прошёл региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года-2023». Педагоги со всей республики поделились своим профессиональным мастерством. Альхан Лепшоков подробнее. Этот конкурс позволит выявить лучшего педагога, который представит нашу республику уже на всероссийском уровне. Но каждый из вас уже является победителем и незаменимым профессионалом своего дела, отметила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня учителю отведена очень важная роль. Учитель и учит, и воспитывает, и формирует личность, формирует гражданина Российской Федерации. Благодаря поддержке руководства республики сегодня мы совместно с вами реализуем национальный проект образования. Данный проект позволяет нам строить новые школы. Только в этом году в нашем субъекте начнётся строительство новых пяти школ. После Инна Кравченко наградила дипломами за участие финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Главный технический инспектор труда Республиканской организации профсоюза УИСУФ Узденов также поздравил педагогов, вручил грамоты и денежные сертификаты. Одиннадцать участников в ходе конкурса демонстрировали своё педагогическое мастерство, используя инновационные технические средства. Это бесценный опыт, это возможность продемонстрировать свои методики преподавания, обменяться ими с коллегами, конечно же, это абсолютно бесценный опыт. Педагог по ОБЖ средней школы Аула Хумара Юрий Бестенев наглядно показал своим коллегам, как нужно оказывать первую медицинскую помощь и как делать перевязку. Для учителя это возможность повесить свой профессиональный опыт. И интересно рассказать о своём предмете, отметил он. Здесь, знаете, не только обмен опыта речь идёт. Здесь, прежде всего, проверить себя на прочность, на что ты способен, на что ты гораздо. Больше времени, не времени, а мотивация, да, стоит. Мотивация на первом месте не просто участвовать, но и победить. Действительно, это в этого стоит. Немножко волнительно, конечно, но это всё можно преодолеть. В итоге победителем регионального этапа конкурса стала учитель истории станицы Зеленчугской Ирина Глазунова. Второе место заняла Ольга Чурсина из посёлка Майский. А третье место поделили между собой учителя Фатима Батчаева из 13-й гимназии Черкесска и Балладекушева из села Римгорское. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне в городах и районах Кабардино-Балкарии прошли праздничные мероприятия. В торжествах, посвященных Дню Возрождению Балкарского народа, приняла участие делегация из Карачаева-Черкесии. Творческие коллективы представили свои лучшие концертные номера. Жителям и гостям города Тернаус на стадионе Татур с самого утра работали различные выставки народных ремесел и промыслов, детские аттракционы. Ну а главным событием праздничного дня стал концерт «Тебе, Балкария, пою» с участием звезд Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Государственный ансамбль танца Эльбрус, Амур Цикоев, Эльдар Жаникаев, Алим Цепеев, Башир Жашуев, Султан Байкулов, Роберт Качиев, Руслан Качиев, Руслан Мусукаев, Аос Зеошев. Обрадовали зрителей как старинными, так и современными композициями. Собравшиеся, любовались грациозными, зажигательными национальными танцами, патриотическими, лирическими песнями в исполнении талантливых артистов. Каждый номер зрители встречали бурными аплодисментами, подпевали выступавшие и даже пускались в пляс. Далее наша традиционная рубрика «Экономика» с Альбиной Ламковой, а наш выпуск завершен. Здравствуйте. От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнение экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. Актуальные новости сферы инноваций, успехи предпринимателей в социальном направлении. Что нового и полезного нужно знать, чтобы вырастить плодовые деревья? Центр инновации социальной сферы, состоящий в структурном подразделении Центра «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии, определил итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2022». Мероприятие уже традиционное и с каждым годом становится популярнее среди людей с активной жизненной позицией. Они могут работать в команде и заряжать окружающих доброй и созидательной энергией. Победители получили ценные призы. Почти каждый ребенок, пришедший в школу, переживает стресс. А для особенных детей любые тревоги губительны. У них низкая стрессоустойчивость, отметила педагог Инга Акбаева. На конкурсе в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» она стала победителем. Инга Акбаева руководит домашним садиком «Ветерок». Планирует открыть в нем коррекционную группу. Это ее давняя мечта. Уже более 20 лет она проводит коррекционную работу с детьми. Работаю уже много лет в коррекционной школе и имею колоссальный опыт работы с такими детьми. Самое главное условие для таких детей – это ресурсные и здоровые взрослые. Это самое главное и первое условие. Дальше мы будем создавать условия, такие, какие потребуются, то есть какие нужны будут именно тем детям, которые к нам придут. То есть если дети с проблемами со слухом, естественно, это будут кадры и необходимое оборудование, которое мы планируем получить, выиграв какие-то социальные гранты. Государство, такая социальная, она для нас будет, конечно же, значимой. Проекты важны, естественно, и для родителей, потому что им тоже важна качественная помощь для работы с их детками. Поэтому я считаю, что мы делаем очень важное и хорошее дело. Сфера дополнительного образования и воспитания детей на конкурсе была представлена наиболее обширно. Всего статуэтками и дипломами победителей были награждены семь человек. К участию в региональном этапе конкурса допускались социально ориентированные некоммерческие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность, направленную на решение социальных проблем. Сферы различны. Это и трудоустройство социально уязвимых слоев населения, это и социальный туризм, это реабилитация людей с ограниченными возможностями, это охрана здоровья, спорта, дополнительное образование детей. В заявках было 15, из них 7 признал победителей в 6 номинациях. Социально предпринимательство это все-таки такая устойчивая экономическая модель. То есть с одной стороны это все-таки бизнес развития, получение прибыли, а с другой стороны при помощи этой модели решаются социальные проблемы общества. Учитывались оба критерия, учитывалась информационность, открытость, актуальность проекта, насколько это актуально для нашего региона. Конкурс «Лучший социальный проект года-2022» стал традиционный. Проводится он 8 лет во всех субъектах Российской Федерации. Наш регион не исключение. Региональный этап проводился Центром «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии при поддержке Министерства экономического развития Республики. Идея конкурса – поиск выявлений, популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей. Екатерина Борисова представила программу социального туризма для лиц старшего возраста и стала лучшей в этой номинации. Она уверена, что в зрелом возрасте жизнь должна быть качественной. Екатерина – руководитель серебряного волонтерства. Это активно растущее в нашей стране движение. Люди старшего возраста хотят и могут внести неоценимый вклад в развитие нашего общества. В этом им и помогает Екатерина. И уже после реализации нескольких поездок она поняла, что находится на верном пути. Уже на протяжении предыдущего года у нас состоялось более 10 поездок. Конечно, мои ожидания оправдались после второй поездки. Эти люди были как настоящая команда. Я поняла, в каких вопросах можно рассчитывать на этого человека, в каких на этого человека, у кого какие сильные стороны. Они сами очень сплотились, поддерживают друг друга, помогают друг другу. Вместе у них возникают свои собственные уже какие-то инициативы. И бизнес-инициативы, и добровольческие инициативы. И, естественно, мы будем продолжать этот проект, потому что он приносит количественные, качественные результаты всё больше и больше людей. Последняя поездка – это уже было три газельки вместо одной, с которой мы начинали. Для победителя регионального этапа Всероссийского конкурса проекта в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года-2022» предусмотрен призовой фонд. Достойные проекты смогут побороться за главный приз в федеральном этапе конкурса. Он состоится на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Музыкальная часть стала приятной и заключительной ноткой регионального конкурса. Северокавказ-Стат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы. Её проводят в целях мониторинга ситуации на рынке труда. Здесь исследуют такие блоки вопросов, как предложение рабочей силы, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. Всё это мы исследуем и получаем данные, которые характеризуют ситуацию рынка труда, рассказала начальник отдела организации проведение переписи и исследований Северокавказ-Стата Кулистан-Шедакова. И вот какую информацию получили по безработице. Мы получили такую картину. Число занятых у нас увеличилось порядка на 10 тысяч человек. Да, это где-то на 5% увеличение. А безработных снизилось на 5 тысяч. Снижение где-то в рамках 18%. Естественно, снизился и уровень безработицы. Он составил по итогам 2022 года 9,8%. Если смотреть в масштабах округа, то наиболее низкий уровень безработицы в Старопольском крае 4,3%, а потом уже у нас, в нашей республике 9,8%. Остальные регионы повыше. И в целом по округу уровень безработицы составил 10,3%. Животноводческий комплекс Реа фирмы «Сатурн» увеличил поголовье крупного рогатого скота. Реализация проекта стартовала в феврале 2018 года. И в новоябре уже этого года осуществлен ввод объекта в эксплуатацию. Тогда была завезена первая партия нетелей из Дании – 475 голов. В 2019 году еще 442 головы. На текущий момент фуражное поголовье крупного рогатого скота составляет 1300 голов. Порода коров – галштинская, которая является одной из самых крупных в молочной продуктивности. Отличается высокой адаптацией к различным климатическим условиям, а также стойкостью к заболеваниям и чистоплотностью. Племпродуктор планирует расширение фуражного поголовья к январю 2024 года. Отгрузка зерновых и масленичных культур из Корчаева-Черкесии продолжается. Для того, чтобы выводимый товар не вызвал замечания, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Как оценивают качество кукурузы и какое количество планируют отправить и куда – сейчас мы узнаем. Что это за интересный такой прибор? Это щуп для отбора образцов зерна из глубины кучки. Для определения качества зерна из партии берут небольшую часть для исследования и анализа. Отбор образцов производят строго по ГОСТу. Пробы со склада хранения кукурузы берут точечно. На площадках при высоте насыпи до полутора метра берут горстку зерна в пяти точках, засыпают в пакеты и запечатывают. Проба будет направлена в лабораторию для экспертизы карантинно-фитосанитарного состояния продукции. После проведения экспертизы на эту продукцию будет выдано заключение о карантинно-фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора контролирует отгрузку свежих овощей, зерна, пшеницы и кукурузы из Карачаева-Черкесии. После того, как установят соответствие продукции фитосанитарным требованиям, в лаборатории оформляют карантинный сертификат. Количество заявленного зерна на отгрузку составило 1200 тонн. Её направят в Астраханскую область. Урожай кукурузы в этом году собрали более 400 тысяч тонн. Это хороший показатель. С января того года, с начала года, с республики было отгружено около 18 тысяч тонн зерна. Также были отгружены 4000 тонн зерна пшеницы и около 3000 тонн свежих овощей. По предыдущим отгрузкам нареканий со стороны Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории не было. И, скорее всего, оценка качества нынешней пробы кукурузы будет положительной, так как в данном амбаре соблюдена технология хранения зерна. В помещении учтены влажность продукции и окружающие среды, температура массы и температура в хранилище. А самое главное – доступ воздуха. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра на своей территории создали мини-сад интенсивного типа. Помогали им в этом деле специалисты из Ставрополья. Ранее между ними был подписан договор в реализации саженцев через консультационный пункт Россельхозцентра. Кто еще принимал участие в создании плодового мини-сада? На что стоит обратить внимание, выбирая саженцы? И какую цель преследуют организаторы? Об этом подробнее. Ту яму надо выкапывать 25-30 сантиметров. Между рядами, а между деревьями 60 и между рядами 2 метра. У нас сад есть дома, там сажаем, каждый раз заменяем старые на новые. А ты уже знаешь, как за ними ухаживать? Ну, особо нет, но вот учусь. Поэтому поступил, чтобы научиться, знания получить. Потом уже в дальнейшем самому ухаживать. Сейчас отец просто. Ахмед Нагаев пока еще студент агрономического факультета Северокавказской государственной академии. Он только на первом курсе, но уже имеет опыт работы и в саду, и в палисаднике. Помогая отцу, учится ухаживать за растениями, выполнять определенные обязанности. И в этот день вместе со своими однокурсниками получил практический опыт, как подобрать сорт и разместить дерево на площади. Шанс есть либо доучиться, либо сейчас отказаться. Притаптывай. Хорошо, сильней. Раз агроном, сильней. Также важно, какая почва на участке. Яблони любят дерново-подзолистую лесную серую черноземную почву легкого состава с нейтральной реакцией. Посадку саженцев производят на южной стороне участка в месте, защищенном от ветров. Сажается во внутреннюю сторону от столба. И когда оно будет разрастаться, оно будет в ту сторону. То есть не повредит она линию. Ведется вот капельница в эту сторону. Из года в год интерес к садоводству в нашей республике растет. Конечно, главной целью, как и в любом бизнесе, стоит прибыль. Но без любви к этому делу невозможен результат, поделились садоводы, рассказывая об особенностях работы с деревьями. Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств Карачаева-Черкесии оказала финансовое обеспечение затрат на их закладку. Есть много желающих, кто хочет получить консультацию в создании плодового мини-сада у себя на участке и приобрести сертифицированные саженцы, гарантирующие в будущем получение качественного, хорошего урожая. Наше предложение было тепло воспринято и сверх того они предложили нам заложить мини-демонстрационный сад, чтобы каждый приходящий к нам мог не только купить, но и своими глазами увидеть, что ему продают. Этот опыт у нас будет первым. Садами интенсивного типа мы не занимались, хотя, безусловно, у нас есть агрономы, которые в теории знакомы. Мы хотим сделать такое садоводство, приглашать сюда тех, у кого они высажены, приглашать специалистов сады Ставрополя, будут наши специалисты, где будут им показывать правильную обрезку, правильную подкормку, защиту от болезней, вредителей. И будет иметь практическое применение для жителей нашей республики. Высаженный мини-сад вместе с будущими агрономами станет маленькой копией садов Карачаева-Черкесии, инвестиционного проекта садов Ставрополя. Общее количество яблонь – 120. Три разных сорта. Если постоянно заваливает работа и домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем – целая наука. В этом деле поможет тайм-менеджмент. Для этого разработаны разные техники и удобный инструмент для управления своей жизнью. Один из них – принцип девяти дел. Это максимум, который мы себе обещаем выполнить за день. Среди них как крупные, так и мелкие задачи. Для начала выбираем одно самое большое и не терпящее от плагательства дело. Оно будет основным и обязательным к выполнению. Далее выделяем три задачи средней тяжести. И еще пять задач, которые не требуют для реализации много сил, времени и энергии. Также важно помнить, что помимо определения дел на день у каждой из нас есть свои биологические часы и пики формы. Считается, что самое важное и большое лучше делать в начале дня, когда мы еще полны сил, бодры и настроены. В любом случае, каждый человек знает свои собственные биоритмы. Поэтому не обязательно ориентироваться на большинство людей, а делать так, как удобно. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова